Библиотека номер 18 Северного округа предлагает познакомиться с книгой «Лиза ждет автобуса» популярного шведского детского писателя и художника Свена Нуртквиста. Многие считают, что ждать автобуса – это скучно. Дело в том, что они не знают, сколько всего интересного можно придумать, пока сидишь на остановке. Как-то раз Лиза и мама собрались в город на спектакль кукольного театра. Они пришли на остановку и уселись на лавочке. Неподалеку стоял Север Квист с маленькой сумочкой и ждал автобуса. «Прекрасная нынче погода», – сказал он, – «а вот в Париже 32 градуса тепла». «Какой кошмар», – ответила мама. Север Квист достал из сумочки бутерброд, вцепился в него зубами, откусил и начал тщательно пережевывать. Лиза смотрела на него во все глаза. «Жесткий попался», – сказал Север Квист. «Хочешь бутерброд?» Лиза помотала головой. «Это хорошо. Мне больше достанется». Он вынул из сумки бутылку с газировкой, сделал глоток и рыгнул. Потом пришла Агда и тоже уселась на лавочку. Как водится, у нее с собой был ящик с гуслями, разукрашенный цветами и диковинными зверями. «Угадала, что у меня в ящике?» – спросила Агда. Лиза кивнула. «Все-то ты знаешь», – сказал Агда. «Хочешь, я тебе сыграю?» «Ну что вы, не стоит», – ответила Лиза. «Да ладно, я же вижу, что хочешь». Агда достала гусли, но только одну песенку, ведь скоро придет автобус. Она стала бренчать на гуслях и петь дрожащим голосом веселую и грустную песню про жемчужные ворота. Сёдер Квист, шующий бутерброд, подошел поближе и уставился на нее. Лизина мама встала, чтобы размять ноги. Лиза побежала следом. Но тут пришли Ханна и Йенни. Они работали в детском саду. У Ханны была клетка с попугаем. Лиза присела на корточки и посмотрела на птицу. «Береги пальцы, он клюется», – сказала Ханна. Лиза прижала ладошки к груди. «Береги честь молоду», – выпалил попугай. «Где он этого набрался?», – сказала Йенни и засмеялась. Тотчас захохотал попугай. Жара плотной пеленой укрывала поля. Тишину нарушала лишь пение жаворонков. По тропинке попрыгала сорока и улетела. Сёдер Квист ходил туда-сюда и пинала дуванчики. Ханна и Йенни молча смотрели на дорогу. Лиза попробовала подразнить попугая веточкой, но тот перекусил её клювом. «Раз автобус задерживается, я могу немного сыграть», – предложила Агда. «Он может появиться в любой момент», – возразила мама. И тут прибежал Йохан. Он уже совсем взрослый, поэтому его отпускают в город одного. Запыхавшись, он уселся на лавочку рядом с Лизой и мамой и положил на колени сумку. Лизе стало интересно, что внутри, но заговорит с Йоханом, она стеснялась. Тогда она спросила у мамы, «А что у Йохана в сумке?» «Не знаю», – ответила мама. «Спроси у него». Йохан покосился на Лизу, и тогда она решилась. «Что у тебя в сумке?» Казалось, Йохан не хочет отвечать. Но потом он вынул из сумки коробку и открыл ее. В ней было множество маленьких фигурок. Он достал одну и протянул ее Лизе. Лиза взяла посмотреть. Это был маленький пластмассовый монстр, державший в руке топор. Фигурки Йохан разукрашивал сам, и Лиза сказала, что у него здорово получилось. «Только эти монстры были немного липкие, а еще очень страшные, с огромными клыками, топорами и черепами». «А что ты с ними делаешь?» – спросила Лиза. «Это солдаты», – ответил Йохан. «Их ставят в шеренги, кидают кубики, а потом они умирают». Лизе это всем не понравилось. «Что еще у тебя в сумке?» Йохан достал рулетку. «Этой штукой можно мерить сантиметры». Йохан измерил коробку с солдатами-монстрами. В ней оказалось 26 сантиметров. Затем он измерил Лизины туфельку, ухо и нос, ящик старушки Агды, лавочку, а также живот Сюдер Квиста. Правда, для него рулетки не хватило. Лиза измерила веточку. В ней было почти 14 сантиметров. «Надо же, как автобус опаздывает», – сказала Ханна. «Уже почти на 15 минут». «Возьми пирожок», – сказал попугай. Йохан убрал рулетку в сумку и подошел к клетке. Попугай семенил по жердочке и что-то бормотал. И вдруг раздался резкий свист. Это Сюдер Квист дунул в травинку. Лиза и Йохан бросились к нему. Сюдер Квист показал им, как делать свистульки. Вскоре дети тоже научились извлекать звуки из травинок. И воздух наполнился пронзительным свистом и писком. Взрослые быстро устали. «Лиза», – крикнула мама, – «иди сюда, я тебе кое-что скажу». Лиза побежала к маме. «Скоро придет автобус». «Конечно придет, куда он денется», – подумала Лиза. «Только пока его что-то не видно». Она поспешила обратно к Йохану, который сидел на корточках в траве. Йохан собирал маленькие сиреневые цветочки и засовывал их в рот. «Ты что, ешь цветы?» – спросила Лиза. «А это не опасно?» «Опасно, если съешь тысячу килограммов, умрешь», – ответил Йохан. Лиза тоже попробовала цветочки. Они были немного кислые, но вкусные. Лизе на руку сел жук. Сложив крылышки, он пополз по ее пальцу. Жук был зеленого цвета и отливал золотом. «Смотри», – сказала Лиза. Йохан посмотрел на жука. Тот все полз и полз по пальцу. Когда он собирался взлететь, Лиза переворачивала руку, и жук полз в обратную сторону. Ему все время хотелось ползти вверх. Йохан приставил свой палец к Лизиному, и жук перебрался к нему. Потом Лиза приставила свой палец к пальцу Йохана, и жук вернулся к ней. Вдруг он взлетел и исчез из виду. «Лиза!» – крикнула мама. Лиза поскакала к лавочке на одной ножке. Йохан тоже поскакал. У него, конечно, получилось быстрее и лучше, но он попытался прыгать с подвывертом и упал. Лиза засмеялась. Йохан стал дурачиться. Он подпрыгивал и переворачивался в воздухе так неуклюже, что Лиза хохотала до упаду. Сёдерквист стоял рядом, ел банан и заливался так, что у него трясся живот. Лизе тоже захотелось пошалить. Дети бегали по траве, спотыкались и падали. Йохан закричал. «Ой, сейчас опять грохнусь!» А Лиза засмеялась. «Ты что, ходить разучился?» И тут же упала. Взрослые смотрели на них и смеялись, а вместе с ними хохотал попугай. «Ну и безобразники!» Сказала Агда. И вот появился автобус. «Ну, наконец!» Обрадовалась Йенни. «Заждались уже!» Поворчала Ханна. «На полчаса опоздал!» Сказала мама. «Выключи телек!» Гаркнул попугай. «Куда мы едем?» Спросила Лиза. «Мы ведь собирались в кукольный театр!» Ответила мама. «Ах, да, конечно!» Карданный вал сломался, «Мне пришлось вызывать новый автобус!» Объяснил водитель. «Бог с тобой!» Выпалил попугай. Лиза с мамой сели на переднее сидение. Йохан сел в самом конце, а Седер Квист так и стоял на остановке. Он доедал бутерброд и махал им рукой. Автобус тронулся. «Ну вот!» «Теперь опоздаем на спектакль!» В кои-то веки куда-то выбрались. «Ну и ладно!» Ответила Лиза. Она посмотрела в окно и вспомнила о жуке, который переползал с ее пальца к Йохану и обратно. А потом улетел. «Теперь опоздаем на сел».